Алхамду лилляхи рубна аламин와 afdalus salatu wa atma taslim alas al- hic mara mad wa alayhi wa sahbihi wa salamu jma'in Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Сегодня у нас с Вами разбор суры Al-Mazad Это 111 сура в Коране, да, и в ней 5 аятов Иншааллах, каждое слово мы с Вами разберем подробно Так, начнем с истиаза и басмоля. Смотрите, здесь у нас первый аят и первое слово у нас табет. Обращаем внимание на то, что буква Б у нас удвоенная. Не говорим табет, а табет. То есть как бы задержимся, даем вес двух букв, букве Б. Важно ее не оглушать, как одна из ошибок. Нет, ба, таба, четко ба говорим. И буква Т, да, даем и хамс. Не говорим, например, табет, табет. При этом тоже чрезмерность вот этого воздуха соблюдаем, чтобы не было чрезмерности. Идет ядаби. Обратите внимание, что при соединении мы вот этот долгий олив, над которой стоит волнистая линия, мы тянем ее, четыре хараката. И не говорим ядэ, дэ, да, да, ядэ, да. То есть говорим мягко, но при этом не склоняем его к таблилю или к имале. То же самое с я, не говорим ядэ, ядэ. Ядэ, ядэ, а. Далее хамза А, би. Обратите внимание, буква Б точку снизу имеет, а под Б тоже есть кастро. И затем буква Я. Под ней нету никаких точек. То есть точки нам нужны для того, чтобы различить буквы между собой. В данном слове форма буква Я не похожа ни на какую другую букву. Поэтому понятно, что это буква Я. Плюс, когда у нас такая форма читается как А, то можно обратить внимание, у нас дальше будет, вот в этом аяте, перед такой буквой уже стоит Фатха, и над ней стоит маленькая Алиф. Тогда это читается как А. В данном случае здесь ничего не стоит. Это долгий И. А, би, а, би. Тянем в два храката. Далее у нас идет ЛАГАБИ, ЛАГАБИ и потом ТАНВИН. ЛАГАБИ. Одинаково, не ЛАГАБИ, ЛАГАБИ. Ничего не перетягиваем. Одинаково читаем. ЛАГАБИ. Затем у нас ТАНВИН, БИН и буква ВАУ. То есть у нас ИДРАМ с РУННОЙ. Мы читаем ВАУ как удвоено. Здесь в МОСАФИМ, МИДИНСКОМ удвоение не стоит, потому что это ИДРАМ НАГАБИ с неполной. За счет того, что мы не просто удваиваем букву ВАУ, а еще ее читаем с РУННОЙ, которая в основе ей не свойственна. Это РУННО от этого НУН, который в ТАНВИНе у нас. ЛАГАБИН УЭТАБ. Если бы мы читали просто его четко, но здесь мы читаем как ИДРАМ. ЛАГАБИН УЭТАБ. ЛАГАБИН УЭТАБ, то есть РУННОЙ. Чтоб у вас получилась РУННО, не нажимайте сильно на губы. Иногда ЛАГАБИН УЭТАБ. Когда сильно губой жмете, РУННО исчезает, ее невозможно уменьшить. Если у вас РУННОЕ проблемы, чтобы ее дать здесь, то уменьшите вот этот нажим на губы. ИНШАЛЛА получится. Затем при остановке у нас, так как мы останавливаемся на СУКОН, у нас получается, что БАУДВОЕНА, и плюс она еще СУКОНИРУЕТСЯ. Получится как два СУКОНА. Но мы делаем КАЛЬКОЛЬ на вторую букву только. УЭТАБ. При этом показываем вес двух букв. Не говорим просто УЭТАБ. Так одна буква. А фиксируем, и тем самым у нас будет утверждаться вес двух букв. УЭТАБ. Еще раз, это аят. ТАБ-ЭТ-Я-ДА-А-БИЛЯ-ХА-БИМ-ВА-ТАБ. Переходим к аяту номер два. Читаем его. МА-А-ГНА-АН-ГУ-МА-ЛЮ-ХУ-ВА-МА-КЕ-САБ. Тут у нас тоже мы видим над АЛЕФ стоят волнистая линия. МА. Да, только не читайте МА. МЭ-А-ГН-А. МЯ-К-А-ГНА-. МА-А-Г-НА-. Мягко. МА. Не надо МА. МА-А-Г-НА-Г. Тоже вот здесь Алиф, видите, то, что я вам говорила, перед Алиф такой форме Я стоит Фатха, и над ней маленькая Алиф, которая говорит о том, что мы читаем здесь как А, а здесь читали как И, потому что мы ориентируемся на ту букву, которая стоит сверху над ней. Буква ГАЙН, внимательно, что мы ее придержим, не говорим АГНА, АГНА, да, быстро не надо, МА, АГНА, придержим ее, ААН, ХУ, то же самое с НУН, ААН, МЯХКОЙ, не говорите ААН, ААН, ХУ, да, или ААН, ХУ, тоже, буква ГА, ГУ, ГА, ГУ, ГИ, МА, АГНА, АН, ХУ, МА, ЛЮХУ, ВА, МА, КАСАБ, здесь внимательно МА, ЛЮХУ, маленькая ВАУ есть, мы ее читаем при присоединении, и не сокращайте, да, здесь такой переход, что Дамма, потом ВАУ, который мы тянем при слитном чтении, и потом еще раз ВАУ с Фатхой, чтобы это не получился ИДРАУМ, да, МА, ЛЮХУ, ВА, МА, КАСАБ, нет, МА, ЛЮХУ, ВА, МА, да, то есть мы подтягиваем вот эту ВАУ, тянем ее в два хракета, хотя она маленькая такая, и потом только говорим ВАУ, ИДРАУМ, здесь ничего не сливается, каждая буква как бы отдельно, при этом слитном чтении. При остановке, а, еще здесь обратите внимание, тоже ошибка бывает, УАМА, КАСАБ, говорят, УАМА, не теряем вот это долгий, УАМА, КАСАБ, КАСАБ, при остановке не оглушаем БА, ну и вообще ее не оглушаем, да, то есть она у нас четко, КАСАБ, четко читаем, удовоения здесь нету, как здесь, поэтому мы сразу САБ, внимательно, чтобы вот это СА не сокращалось, так как, например, читает КАСАБ, КАСАБ, САБ, получается СА как чуть-чуть короче, чем КАСАБ, соблюдайте, чтобы они были одинаковые, КАСАБ, КАСАБ, да, не КАСАБ, так, таким образом получается СА укоротили. Так, это второй аят был, третий аят, иншаллах, СА-Я-С-ЛЯ-НА-РОН-ВА-ТА-ЛЯ-ХАБ, СА-Я-С-ЛЯ, буква СА твердая, да, СИН мягкая, СА-Я-С-ЛЯ, ЛЯ, уже сегодня про нее говорили, вернее не ЛЯ, а АЛЕФ, как, что мы читаем как А, да, ЛЯ. Далее идет НА-РО, идет ТАНВИН, если бы мы здесь остановились, мы бы сказали НА-РО, АЛЕФ бы читали, но при слитном чтении мы читаем ТАНВИН с буквой ЗАЛЬ, и получается у нас здесь правило ИХФА, да, ИХФА, вот этой ТАНВИНа, то есть НУН, да, который мы читаем в ТАНВИНе, и около буквы ЗАЛЬ, то есть мы не читаем НА-РОН-ЗАТА четко, а НА-РОН-ЗАТА, НА-РОН-ЗАТА, РАН-ЗА, 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 РА, четверже, четверже, НА-РОН-ЗАТА, ЛА-ХАБ, да, ЛА-ХАБ, тут тоже заканчивается на буквы Б, обратите внимание, в этой суре у нас все аяты заканчиваются на КАЛ-КАЛА, в частности на буквы Б, только последний будет на ДАЛЬ. В первом аяте удвоены, удвоены это буквы, да, а в остальных просто будет уже не удвоены. Еще раз прочитаю. САЯСЛЛА НА РОН-ЗАТА, ЛА-ХАБ, еще внимательно здесь СВА часто говорят ВЕТА, ВЕ, в других примерах тоже, где ДАЛЬ, САЛИФ, да, ИВЕ, в каких-то других аятах. Читает ее, как такую, как бы склоняющуюся к Я, нет, А, ВЕ, ВЕТА, ВЕТА, В конце не оглушаем, ЛА-ХАБ, нет, ЛА-ХАБ, или Б, Б, так легонько Б, нет, это тоже не тот вариант, ЛА-ХАБ, четко, но при этом не ускоряйтесь, не надо говорить ЛА-ХАБ, как я вам сказала, да, то есть сокращая таким образом предшествующую голосовку, или иногда соблюдает огласовку, но саму букву все равно ускоряет, например, ЛА-ХАБ, да, то есть это тоже, ну, не совсем правильно, то есть мы быстро произносим ее, но не ускоряемся на ней, ЛА-ХАБ, а не ЛА-ХАБ, да, то есть чтобы сердце остановиться так резко говорить, дай Бог. Следующее, четвертое, четвертое, четвертое аят у нас, да, ВЕМРА АТУХУ ХАММАЛАТАЛХАТАЛХАБЛ Обратите внимание, ВА, мягко, ВЕМРА АТУХУ, затем вторая буква, это ХАМЗАТАЛЬОСАЛЬ, обычно она приходит у нас с артиклем, здесь в этой суре, она как раз в этом аяте есть, вот ГАМЗАТАЛЬОСАЛЬ тоже, и это относится к лунным буквам, здесь ЛАМ, именно, да, А ГАМЗАТАЛЬОСАЛЬ, она в потоке речи не читается, только при начинании, только при начинании она читается, как у нас было в суре, там нас, да, там говорили, АЛЛЯДИ, при начинании мы ее читали, здесь же она в середине приходит, да, и мы с нее не начинаем, значит, она вот здесь спишется, но мы не читаем ее, ВА, и сразу на МИМ переходим, ВАМ, ВАМ, да, не ВАМЫ, ВАМРА АТУХУ, ВАМРА АТУХУ, да, здесь все огласовки РО, ААТУ, одинаковые, ГУ, у нас есть маленькая ВАУ, поэтому мы подтягиваем, ВАМРА АТУХУ, ну, это, конечно, только с литным чтением, сейчас я вам просто показываю, если бы мы здесь остановились, ВАМРА АТУ, ВАМРА АТУ, будем останавливаться с УКУНА, Когда же мы продолжаем, мы читаем эту вау, уже долгую, и продолжаем дальше читать. Мим, обращаю ваше внимание, не хаммалаталь, просто читаем хаммалаталь, хапоб, нет. Видите, мим я удвоила и придержала. Если останавливаемся на тамарбута, то останавливаемся как на хаммалаталь, то есть буква ха. Если соединяем, это буква та, и точки на это указывают. Буква та это твердая буква. Та нет, это неверно. Максимальный язык у нас поднимается вверх, у нее это самая сильная, самая твердая буква. Вот из арабских букв. Аль-Хапоб. Ба, опять же, калкали, читаем четко, ясно, не оглушаем. Еще раз этот аят. Ва-мра-а-ту-ху хаммалаталь-хапоб. И последний аят. Фи-дь-дь-ха-ха-бы-лю-м-м-м-м-м-м-м-с-э-да. Фи, опять же, фи, помним про я. Вот это я говорила, аж почему на фи, почему без точек. Джи-дь-ха. А здесь, видите, я уже в середине, точки есть. Почему? Ну, потому что ее форма в середине уже схожа с буквой ТА, с буквой БА, с буквой НУН, да. И поэтому точки необходимы для того, чтобы их различить. ДжИ, ДИ, ГА. Две долгих у нас здесь. ДжИ, Я, да, и ГА. Не ДжИ, ДИ, ГА. Не ДИ, как еще можно сказать? ДжИ, ДИ, ГА. ДжИ, ДИ, ГА. Коротко-то тоже не читаем. То есть мы здесь тянем, и здесь ДИ не тянем. ФИ, ДжИ, ДИ, ГА. ГА. НИ, ГА, да, не делаем ТАКЛИЛ, ГА. ФИ, ДжИ, ДИ, ГА. ХАБЛЮМ МИН. Здесь смотрим. ХАБ, Б. У нас в середине вышла КАЛКАЛЯ, да. То есть у нас уже здесь было в конце аятов. А здесь в середине слова. ХАБЛЮ. ХАБЛЮМ МИН. То есть мы тоже ее читаем вот так вот быстро, но при этом внимательно, чтобы не сократить предыдущую классовку. не ХАБЛЮМ, ХАБЛЮМ, да, часто сокращают. Особенно если там удвоение. Как вот в этом слове тоже можно, как ошибка, например, говорят ХАММАЛЯТА, ХАМММ, ХАБ, как бы быстро перебегает на МИМ. ХА, ХА, отдельно. ХА, ХАМММАЛЯ, да, не надо. ХАМММАЛЯ, да, уже если в слитном течение сокращать. Хотя отдельно правильно произносить. Нет, так неверно. Здесь ХАБЛЮМ, тоже ЛЮМММИН, да, у нас получается здесь ИДРАМ с ЛУННОЙ, когда у нас ТАНВИМ, то есть ЛЮМ, плюс Ми, плюс МИМ, да, получается, что мы ЛЮМ, читаем только ДАММУ, и потом переходим, удвоиваем МИМ. И здесь подсказка как раз на это есть, удвоение МИМ. Просто нужно понимать, что вот этот ТАНВИМ, второй, как бы ДАММУ в данном случае, мы не читаем. ХАБЛЮМММИН, да, то есть и удвоение мы придерживаем. Как и здесь у нас было удвоение, мы его придерживали, как... Ну, в этой суре больше не было, да, удвоение СНУН, имею в виду ИМИМ. ХАБЛЮМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ И Даль мы делаем что? Калкала. Тоже чётко. Не говорим Масад. Или Масад. Часто Масад ускоряется здесь. Нет, так делать не надо. Фи диди хаблюм Масад. Аль-Хамдул-Лям завершили с вами разбор этой суры. И в частности шести последних сур из Корана. Которые очень необходимы для каждого мусульманина. Для того, чтобы их правильно читать в намазе. И это хорошая база будет для всех. Баракаллаху фику. Не забывайте делиться благими знаниями со своими родными, близкими, друзьями. Комментировать и распространять. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. О, барабет. О, барабет. Продолжение следует...